Начнем все-таки с человека. Когда человек опечален, то обязательно ли он плачет в этот момент? И когда плачет, обязательно ли он в этот момент опечален? То есть когда я говорил, что когда ребенок расстроен или когда ребенок опечален и даже плачет, то в этот момент ребенку себя жалко. Когда ребенку себя жалко, то единственная возможность отвлечь ребенка или отвлечь человеку, или помочь человеку дать этому человеку новую цель. Когда человек жалеет себя, то он сам для себя является самоцелью. И сам для себя является самоцелью, человек становится тем, кто постоянно эту самоцель реализовывает. То есть я несчастен, из-за этого я буду плакать, я несчастен, из-за этого я буду плакать. А что может сконцентрировать человека? Сконцентрировать человека может что-то, что может переставить эту цель. То есть по-другому звучит так, даже перед Богом у людей таким образом всё работает. Вот смотрите, когда человек опечален, расстроен, это говорит о том, что ему себя жалко. Единственный способ помочь такому человеку, это отругать его, так как это даёт ему новую цель. То есть он отвлекается от себя и переходит на другую цель злости. Именно поэтому, если рассматривать Бога как Отца, то обижает он обычно сурово и очень сильно самых разочарованных и опечаленных людей, так как у них появляется задача и цели в жизни. Именно поэтому я хочу вам сказать, товарищи, уважаемые мои, не предавайтесь печали, не делайте всё для того, чтобы разочаровываться, находите повод для того, чтобы избавляться от этого. Помните, Бог наказывает тех людей, которые опечалены. Почему? Таким образом человеку даётся цель. Давайте ещё раз. Когда человек разочарован, это он сосредоточен на себе. Если дать этому человеку злость, то он становится сосредоточенным на чём-то другом. Скажите, я как отец для своего ребёнка, который опечален, могу его рассердить? Это создаст для него какую-нибудь ситуацию, он может злиться, может в этот момент он перестаёт на себя обращать внимание, перестаёт, он занимается решением какой-то задачи. Если Бог является нашим Отцом, то в случае, если мы опечалены, в случае, если мы разочарованы, то это самое страшное, что может произойти. Это является ответом на вопрос, который звучит так. Почему самых несчастных людей бьёт сильнее, чем самых обычных? Я хочу вам сказать, ни в коем случае не предавайтесь печали, ни в коем случае не сосредотачивайтесь на разочарованиях. Помните, это очень разрушает судьбу человека, бьёт его таким образом для того, чтобы он злился, для того, чтобы он ставил новые задачи и сосредотачивался. От печали до радости, да. Я могу сказать вам, что обида является качеством, которое называется качество разрушения. В случае, я долгое время наблюдаю большое количество людей, которые являются моими пациентами. Могу говорить на 100% на сегодняшний день вот такой вывод. В большинстве своём люди, которые болеют опухолевидными новообразованиями, перед этим имеют длительную обиду на кого-либо или на что-либо или что-либо. Я могу сказать, что обида, разочарование и печаль – самое страшное, что может посетить человека. Из этого происходят самые тяжелейшие заболевания, которые вообще возможны. И наоборот, в случае, если человек чрезвычайно возбуждён и не может успокоиться, то необходимо в этот момент ребёнка успокаивать. Так люди, которых возбуждает их бизнес, их отношения, не могут успокоиться и думают об этом и днём, и ночью. Могут получить снижение дохода и уменьшение страсти. В случае, если вы думаете часто об отношениях, о том, что необходимо сделать, страстно думаете о том, что необходимо делать бизнес, о том, что в бизнесе происходит, о том, что вам необходимо что-то отдать или ещё что-то сделать, то самый реальный вариант выхода из этой ситуации – это дать возможность успокоиться. Иначе, если это будет происходить, то вы тем самым будете являться элементом, который притягивает вашу жизнь, разрушение, успокоение. Вы переживаете, что бизнес торгует плохо, в итоге вас необходимо успокоить. То есть, каким образом будет происходить успокоение? Бизнес будет становиться хуже.